В жопу интро, приступим! Салют, пиплс! С вами Затычка Микрофона, а если быть точнее, то Никита. Сегодня мы будем играть в Сайчиков, или же, как вы называете, Дени Бани. Жанр в этой игры, собственно говоря, новелла визуальная, и поинт-клик, или что-то так. В общем, я видел немножко первый эпизод, и у меня игра эта очень довольно-таки сильно зашла. И вот. Сейчас вроде третий эпизод уже вышел. Поэтому я решил начать пройти ее так. Всю ночь ветер скребся в окна когтями. А какие-то че у нас? Он бродил по полям и зазвывал голодным зверем. Это у нас меню, это словарь, это автор, это назад типа история, да? Все понял так. Бесконечная песен вилась, словно веревка, сплетенная из самых разных тонких, вкратчивых, насмешливых голосов. Казалось, они кричат и смеются, и спорят о чем-то. Кто-то носился по снегу, отбрасывая длинные тени, они то подходили к кровати, то отступали. Дом жил своей жизнью, скрипучей жизнью старых зданий, которые помнят столько всего и будто пытаются рассказать. Одинокий дом глядел на лес, а чащоба смотрела в ответ своими глазами, дуплами, шуршала, шумела, кивала. Можно выйти и постоять у кромки леса, просто чтобы убедиться, там, за кривыми деревьями, никого нет. Смутные, мотающиеся на ветру силуэты не причинят вреда. Это же игра света и теней. Просто такая игра. Я понимаю, это лишь мое воображение. У меня ведь уже 12, но все же... Ой, здесь какой-то хрёк был. Эпизод первый. Прилети, сова. Улети нахуй, сова. Ты мне не нужна. А нахуя нам, сова? Зачем ей прилетать? Почему мы хотим, чтобы она прилетела? Там чайник заваривают. Я теперь тоже тебя захотел. Убери книгу немедленно. Ну, а то слишком умным будешь. Сколько раз говорила, не читай за столом. Вредно. Сидишь, ссутулился весь. Как будто он за партий не ссутулиться. Мать, мозги не делай. А если не хочу убирать? Вот не хочу... Ладно. Я послушно отложил книгу. О похождениях Конана Варвара. Фантастика, да? Все равно я прочитал одну и ту же строчку три раза и ничего не понял. О, понимаю. Вот это вот прям про меня. Прочитать ту же строчку три раза я ни хрена не понять. Типа такой... Мозг. Ты запомнил эти строчки, мозг? А какие строчки? Оля уже позавтракала. И взялась за печенье. Хрустила с аппетитом. Как девочка из рекламы. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. О, как знакомо. А я все буравил взглядом манку. Словно надеялся, что она рассосется сама по себе. Херата волшебник. А че? Манка же вкусная. Че тебе не нравится? Не с комочками же? Смутная тревога распирала. Все из-за бессонной ночи, черного леса, облегающего двор и угрюмого света. Чем дольше я тянул, тем холоднее становилось комковатое белое масло. А, сука, она с комочками тогда спаял. Понятно все. Ну нахрен такое есть? Будто медуза из подводной Одессии. Куста. Обожаю эту передачу. Куста? Ладно. Интересно. На дне океана очень жутко. Ебать, ну света нету. Конечно жутко. А ночь в холодном черном лесу. Ну сходи прогуляйся. Ложка выпала из рук и рукожоп. Руки говном намазать надо, чтобы не падало. Мама плеснула студеным взглядом зеленых глаз. Что я говорила? Рукожоп. Я достану. Здесь секундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Я ночью полоску. Да ну нахрен. А что это такое? Она царапана снизу на столешнице. Карина. Карина. На-на-на-на. Ах. Ах. Это же мамино имя. Видимо, она в детстве накорябала чем-то острым. Оказывается, хулиганкой была. Мебель портила. Ох, у меня бы она за такое неделю ругала. Ну, сейчас кинем ей предъяву. Как скажет кашу, я сейчас скажу, а что ты с на столе царапала? Я не буду есть, пока там царапины не рассосутся. Напомните ей шалости? Не думаю. Нет. Что-то она не в духе в последнее время. Месячные пошли. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты? А шороха на чердаке? А лесных дебрей? Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кровати, где теперь спит Оля и рассказывает мягким вкратчивым голосом. Это особое место, детятка. она к тебе присматривается, принюхивается, словно хочет понять, что ты за зверь такой. Что-то страшно стало. Понравишься, в беде не бросит. А если нет? А будешь проказничать, схватит зубочок и утащит с собой под землю. Ладно, понял. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Помню, я случайно послушал родительский разговор и узнал, что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах. Дону нахрен. Зачем? Купила себе гроб и называла его ласково гробиком. Гробиком-долбоебиком. Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал черный с обивкой, цветом мяса. В смысле? Это я увидел потом, когда бабушка хранили. Дом остался таким же, как и был при бабушке, только фотографии все убрали куда-то. Закаленные снимки с серыми лицами моих предков. У всех плос... плоские, но зоркие, неживые глаза. Я выбрал ты из-под слова. Ебать, спецназ работает, нахуй. Залетаем, на кашу нападаем, ебать. А че? Возьми окно, открой, выкинь кашу, скажи съел. Если там тайга, снег медет, это не найдут улики никто. Так, ладно. Вернемся так. Оля расправилась с печеньем и какие-то зверек поглядывала на мою порцию. Слышь, не смотри. Я бросил взгляд зверек. заледеневшее окно. Занедевевшее. Может, заледеневшее? Буквы Лэк пропустили, косяк. Ну, что-то, что-то все делает. Работает? Велико. У меня играли. Не знаю. Снаружи темнели сосны, но не они привлекли мое внимание. Январский урзор складывался в картину. В картинку. Оля, гляди, лиса. Это лиса? Я думал, енот. Где? В пизде. Похоже на оптические иллюзии на задних обложках тетрадки. Но енот, это не лиса. Вроде мешаниной из черточек. Но если расфокусировать взгляд, то енот, сука, не лиса. И посмотреть под определенным углом, то енот, а не лиса. Ай, ебать. Яснее стало. Где? Ну-ка, доедай. Эй, мать, ну ты чё козуешь? Да, да, сейчас. Тьфу, тьфу, блин. Я ничего не вижу. Очки купи. Живо. Совсем немного осталось. Чу-шу-ка, в окно даже посмотрите за. вот. Но, все равно не похоже. Ой, я вот тоже про то же говорю, что это енот, а не лиса. А я говорю, похоже. Нихо, я не похоже. Не-а. Вот именно. А? Боже. Это енот. Ну что за дети? А, у меня позвоночек прохрустел. Хорошие дети. теперь и я не могу отыскать лесу. Потому что это енот. Вот, вот. Вот его ухо. Вот такой енот, белая черточка. Это енота, не лиса. Глюки у тебя. Она исчезла. Ушла. Лишь узоры поползли по стеклу, похожие на вытянутые листья крапивы. На кухню вошел папа. Большой и неторопливый. Хочу, когда вырастет, стать как он. Брод, дачем. Если у тебя есть борода, я скажу тебе да. Мама шутясь, все попросила папу. Ну сбрей, колется же. О, хе-хе-хе. Пошлые мышлишки. Ну-ка руки на стол. Эх, как давно это было. А теперь каждый день грохот дверей и мстительные колкости. Оля зажмурила уши, когда за стеной раздавались голоса. Ради чего все это? Ради вас, отвечал папа. Ради семьи. Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное, самое уписанное слово на боку R. Развод. Раз. Не хочу даже продолжать. Боюсь представить, что нас с сестренкой разлучат и разведут по разным семьям. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне. Сова! Езжда. Опять ты со своей самой. Хули сова моя хочет пейдить ее. Так ты же вчера мне верил. Каждую ночь его кно заглядывает, вон, в песке показывает. Никто ключи от машины не видел? Не, не видел. Вроде оставлял на подоконнике. Да всем похрен. Вроде оставлял, вроде нет. Мозги не делай, кто-то убрал, он не бойся. Вроде взрослый мужчина, отец двоих детей, а вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. Дай мне спокойно собраться. В корзине твои ключи, возле телефона. Говорю, ты их убрала. Огромное тебе человеческое спасибо. Вот именно. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. Эээ... А сова? Какая сова? Не было там никакой совы. Была! Глазюки огромные! Во! И светятся! Ну красивая, ты что поделаешь? Оля вскочила со стула И приставила руку к личику Показывая пальцами глаза Каждой величиной Каждой величиной с яблока Все понял В прошлом году бабай в шкафу Сейчас Сова Бабай Бабайский шоколад очень вкусный Что там слова бабай В славянском фольклоре Ночной дух Воображаемое существо Упоминай мои родители Что мне запугать непослушных детей Вот не хрен было ее позапугивать Она тебя тоже видела Оля переводила взгляд с отца на маму Потом на меня Но нигде не находила поддержки А ты не думала подружиться с ней, нет? Похера, она там ей письки показывает Что подружиться с ней надо Мышами покормить, например Почему сразу вымышленными? Давайте на нормальных мышцах идем Подначивай Подначивай Просто малая еще И спать одна боится Оу, прям малая? Оля капризно надула губы и пос... И опрометью Вылетела в коридор Заскрипела лестница Ведущая на второй этаж Мама строго посмотрела на отца Какая мать противная Ох этот взгляд Как же неуютно под его прицелом Папа лишь фыркнул и ушел Свиня Связкой найденных ключей Так, спустя минуту на весь дом Раздался медленно Мелодия из русалочки Это была затертая до дыр Кассетная пленка Которую папа уже склеивал однажды С вещами все просто Их можно подчинить Или вот склеить А как быть с отношениями? Тоже подчинить, поработать над ними Мама ушла в гостиную И я остался один Обеспокоенно поглядывая в окно Зато можно спокойно доесть С тех пор, как мы приехали в этот старый дом Оля плохо спала Вурочилась в постели Или съеживалась клубочком под одеялом Порой вскакивала среди ночи Чтобы включить видеомагнитофон Мультфильмы помогали отвлечься от переживаний Из-за переезда родителей О А потом Оля Оле привиделась Это огромное крылатое чудовище за окном Она стала одержима совой Чего только родители не делали На каких ухищрения не шли Чтобы искоренить ее страхи Оля напрочь отказывалась спать одна И не верила, что сова была всего лишь штурным сном После сегодняшней ночи я не знал, что думать Как теперь относиться к словам сестры Могут ли кошмары быть заразными Прошлой ночью я лежал без сна и думал о том же Что ждет меня в новой школе До занятия оставалось искреннее Сейчас пойдем на карате Я тут же пару приема залетим Там с вертушки езжу И там в одном там пропищем И все, авторитет класса езжи И все, мы такие почтетные, увощаемые Сразу заходим И чертила Иди сюда На картах побазарим Воображение рисовали длинные извилистые коридоры Они приводили к глазу Заполненному детьми Радуйся, что детьми А не макаками Но ученики за партами Были темными силуэтами Словно вырезанными по трафарету контурами Посреди их черных лиц Зияли круглые дыры А в дырах моргали глаза Будто бы совсем другие существа смотрели на меня Из-за плоских черных фигур Так И столько жестокости было в этих взглядах Столько ледяной насмешек Что я дрожал С головы до ног Выживу ли я здесь? Конечно, выздавись Но заточку сделай еще езжи Ща, учительница, в печень Не забьют ли меня дети до смерти? Толпой Быстрее Топчущие ноги Вымазанные кровью ботинки Ты чё, эй? А школ, что ли, зим-зим сделан? Пусть бы она согрела Эта чертова школа Блять, согрела Сгорела Наш девиз четыре слова Чтоб сгорела наша школа Пусть бы хоть что-то случилось Не важно что Лишь бы не идти туда на уроки Не видеть людей, которые только мечтают дать Оплеуху Что такое оплеуха? Пояснительная бригада Поставить подножку Придумать очередное прозвище Еще оскорбительнее, чем предыдущее Будто Мои очки делают меня чужаком Каким-то монстром Да никогда не имел ничего против очкариков Взор мазнул по рисункам Развешенных на стенах Подумаях о четырехглазе Я не считаю себя великим художником Но Оля Упросила повесить Ну, Оля Упросила повесить Только рисование меня Хоть немного радовало В последнее время Кстати, рисунки красивые А что там? Так, вот история Так Моим Немногочисленным Друзьям Тоже нравилось Как я рисую А ведь они, кстати Обещали звонить Ой, да все мы обещаем звонить Иногда воображение Воображаю Как мама снимает трубку И говорит Холодно Вы не туда попали Или Антона нет Зачем так воображать? Антона нет В живых Помер Я представлял Своих будущих Одноклассников И одноклассниц Которые Как и я Лежат в эту минуту В кровати Слушая вой Невидимых Оборотней Хуя как Хуя оборотни Невидимые Появились Быть может Я Все таки понравлюсь Новому классу Конечно понравится Ты че Кому вообще нравятся Ребята в очках С толстыми линзами Ну На вкус и цвет Терфломастеры Разные Папа вот в детстве Носил очки А теперь он женат На самой красивой Женщине в мире Моей маме Дом заскрепил Под нами Заскрепил Под напором ветра Наш прежний дом Бетонный Девятиэтажный Жужжал С соседским Перфоратором Бубнил Телевизором За стеной Плакал На взрыв Из квартиры Многодетной семьи Трепетящий дом Язык не проворачивается Назвать его новым Был совсем другим Днем тихий И покладистый Тени отдыхают В углах В паутине Чуланов Под лестницей Но ночью Они просыпаются Что-то смотрит На меня из углов Будто фотографии Мертвых родственников С земляными глазами Снова повесили На стену На стену На стену Вместо моих рисунков Дверь хорошо Закрой Кряхтят Половиться Прошу прощения Так Стонут Ржавые Водостойки Чердак Населяют Гулки Сквозняки Словно Дом Играет Какую-то Дьявольскую Мелодию Вдруг я понял Что действительно Слышу музыку Причем Играет Она уже давно О Кого-то Галюлики пошли Где-то далеко На самой границе Восприятия Пела флейта Крыша Что-ли тронулся Она словно бы Сливалась Своем ветра С поскрипиванием Старого дома С моими мыслями Наконец Я встал И Поторопился К окну Хотел Убедить себя Что нет никакой музыки Что это лишь Мое воображение Что не может Никто играть Там В холодной Заснеженной Ноти Ох Я рад Там солнце Светит Там в поле Кто-то Танцевал Разве Танцы По-моему Они дерутся Ладно Черные фигуры Едва различимые На фоне Темного леса Так Кто там Леса Медведь Хрень Какая-то На дуточки Играют Реально На фильмы Зрешено Похоже Там Вертухи Крутят Что-то Сальтухи Ладно Залитые Лунным светом Они резко Подпрыгивали И Преподали К сугробикам Катались В снегу И Ползали На четвереньках Мне вспомнилась История О волках Играющих Под луной Но это Были Не волки Там Медведь Лиса Куропатка Какая-то Они Вставали На ноги Водили Хоровод Чего Блять Ебануться Бери Ружье И пошли За ними Вздымая Вихрь С неба Растворились Во мраке И появились Вновь Творилось Что-то Странное Пляска Теней В беззвездной Тьме Распаляло Воображение И одновременно Нагоняло Тревогу Вдруг Музыка Стихла Хули Вылупились Танцующие Застыли Я готов Был Покляться Уставились На меня Внезапно Одна из Фигур Отделилась От странного Карнавала Теней И ринулась По полю Мощными Прыжками Преодолевая Расстояние Хватай Нож Выходи Навстречу А че Так Быстро Она Скользила Не оставляя Вмятин На Хрустком Насте Пока Угольная Тень Дома Не поглотила Ночное Существо Ставь Еще Гуще И чернее Сердце Заметалось Птицей В клетке Я Опрянулся Отпрянул Кровати Успев В ком Задернуть Стору Меня Видели Пизда Пизданом Поросъебывать Страх Покатил Ледяным Потоком Что я В темной Комнате Я слышал Как снаружи Возится И скребется Незваный Гость Как он Метится По двору Выискивая Вход Звук Ушел Справа Обогнул Дом А теперь Он слева Сейчас Гость Окажется На пороге Я кинулся В постель И укрылся С головой Словно Одеяло Могло Меня Защитить Страх Сковывал Мышцы Я вдруг Снова Вспомнил О Похронах Как бабушка Лежала Скрестив Руки Заострившимися Чертами Лица Похоже На Восковую Куклу Фу А по ножкам Стульев На которые Водрузили Может погрузили Гроб Ползли Муравьи Я представлял Тогда Что они Взберутся На голову Бабушками И лапками Поднимут И веки Фу Тогда Быть Сморщенные Глазные Яблоки Шевельнулись В гнездах И бабушка Вновь Увидела Внуков Но Видимо Не судьба Что Поделать Там На похоронах Я повторял Мысленно слова Заговора Которые Она Меня Учила И Лежа Под Идеялом Прислушивался К скрипу И вою Я Шептал Эти слова Волосы Седые По-моему От такого Только Срочнее Станет Нет Неприятные Шумы Утихли Я Сороше Высунулся Из-под Эти яла Чтобы Увидеть Как Под потоком Словно Физисельник Колышется Штора И тут Ночью Ошпарило Меня Новой Порцией Кипящего Ужаса Звук Резануло Звуком Резануло По ушам Что-то Царапалось Входную Дверь Быстро Быстро Скоблило Когтями Плотно Требуя Впустить Его Дверь Заперта Ну вот Иди Нахуй Папа Стал Осторожным И выкрутил А И вкрутил Надежный Замок Ну да Помню Как он Долго И напряженно Вглядывался В лес Словно Выисквивал В нем Кого-то К живому Я поджал Колени Уткнулся В них Под Бородком И Зазверил Взглядом Межкомнатную Дверь Такую Хлипенькую И слабенькую Перед мощью И темнотой А че мама Батя не слышит Как кто-то Скребится Ночью Скрепется И вдруг Пиздануло Как Опа Дверная Ручка Робка Повернулась Бери нож Хватай Затем Двернулась Раз Другой Будто У кого Будто У того Кто пытался Открыть дверь Не было Рук Пуська Вновь Кивнула И неожиданно Защелкала Бешено Достаньте Открыть дверь И дай ему Пизды Чтоб не Открылась По страху У меня Свело челюсть Мокрые Пальцы Кумкали Одеяло Опа Дверь Заскрепила И отворилась Дом Издевательский Стонал Ветром В жестяных Водостоках Сейчас Сейчас Ты увидишь Дверь Распахнулась Тьма Кишала В Прожорливой Пасти Проема По problème Живень Шла Наху Ху бегу кухоней и ждал когда из черного провала выступит тот кто соткал паутину пошла на хуй мышцы живота заныли грудная клетка расправилась готовы впустить выпустить отчаянный вопль но прежде чем и закричал темнота спросила хуя че так пугать-то было бледное лицо сестры так выпало из темы то я готов был скрикнуть это облегчение оля я я не сплю что случилось носик оле сморщился а нижняя губа оттопырилась верный призак что секунды на секунду сестра расплачется она опять прилетел а так андрей это с тобой были гости хорошо что не со мной можно спать спокойно сейчас как-то по моему ебу больше не прилетит страх только что терзавший меня у полз и притаился где-то в животе я обязан был успокоить олю сон глупая не пугайся сны не кусаются никто тебя не обидит а вдруг как за жопу укасит укусит не зря же говорят придет сиренький волчок и укусится бычок именно во время сна так что сон может укуситься оля схлипнула она изо всех сил пыталась мне верить но верил ли я сама стиди какая пойдем к тебе в комнату видит посмотрим спящую красавицу например в тебе же нравится этот мультик еще белоснежка белоснежка 7 гномов есть почему спящий красавица принца у меня это страшная птица ну там красавица тут ты просто стал врасплох давай посмотрим золушку мысли путались расплывались что это было что высматривала меня лихорадно танцуя под луной к оконному стеклу прижималась тьма и ее не обманешь старым бабушкиным заговором не проведешь предложив вместо себя ящик салом и глиной блин черти едят глину вас еще сало понимаю но глину колочек с обрезанными седыми косичками нет иди сама да да сейчас твою мать и тысячи было у нас что инфаркт почки не случился все пизда сестры что ли вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться над олей и это ее с собой день-дон день-дон кто мог прийти к нам вот в этой глуши мы здесь никого не знаем настырные какие хоть нелепые мысли что утренние гости пришли прямиком из леса стало особенно неуютно в прихожей зазвучал неразборчивые голоса зазвучали подумывала спрятаться шкаф под стол за занавеску куда любит прятаться оля окей а может не надо к ногам словно гири привязались я поплёкся в коридор два милиционера возвышались на пороге вот них пахло морозом и тревогой ну естественно мусора же мама завидев машины с мигалками обычно кривилась и ворчалась уже бандитов мусора хуй мусором а гушу пацанам но сейчас она вылезла несколько растерянно здравствуйте салам алейкум епты старший по званию мрачно кивнул русскую говорить не учили тут мальчик вчера потерялся вовый зовут причина печете по намекаешь 3 потеряюсь глянь пожалуйста ты его не видел милиционер протянул мне фотографию ой пятенок красивый рыжий паренек лет восьми сука как ты понял что он выжить фотографии без цвета объясни мне был запечатлен на фоне ковра он держал в руках полосатую кошку и широко улыбался нет нет точно посмотри внимательнее для тех сказали нет где мне его видеть и я тут никого не знаю ты из дома то почти не выхожу что не вижу четырехглазый может видел в окно да у тебя ведь окна на лес наебать бедный мальчик будет шариться полез вот нечего ему делать окно нет блин очко нет не видел ясно голос его был усталым а вот взгляд долгий невыносимо тяжелый он смотрел на меня так будто в чем-то подозревал спирил у него были сосиску наверно его тень падала на меня и я невольно сутулился подвесом смутной вины наконец оторвал от меня взгляд милиционер бегло посмотрел прохожую лестницу и трещины на потолке которые я почему-то до сих пор не замечал вы кстати как на новом месте попривыкли уже я нихуя понемногу только вот дочка маленькая по городу скучает я пора скучает значит из местных вас никто не беспокоит там будут никого не знаем то все хорошо спасибо безутересно серые глаза милиционера вновь спились в меня отчего голова закружилась может вам помочь как то вот такой фильм там два сезона первый скачай медиатор сейчас будет небольшая вырезка а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В трусах прохладно... В шестом... Продолжение следует... 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 Считают деньги вроде. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватало на сладости. И один шоколадный батончик папа делил поровну мне и Оле. Бывало, я отдавал и свою порцию ей. Как бы сильно мне не хотелось сладкого, она же малявка. Не терпелось скорее отправиться на поиски улик. Пойду погуляю. Куда ты нахуй в мороз пошёл гулять? Ты чё ебан ты? Ага, щас. Вот и я про то же. Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили? Во-во. Лес вон какой густой. Окей, возьму травмат. А если мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? То я зверей утащу. Того хуже. Пронеслось эхом по коридору. Да я рядом буду, в лес не пойду. Да-да-да, буду этот, знаете, забор понюхаю и обратно зайду. Что я тебе сказала? Мне дважды повторять? Не трижды. Лучше портфель собери или с Олей поиграй. С Олей пойду прогуляюсь, чтоб не одну её утащили, а нас обоих. Через секунду на кухне зашумела вода. Это означало, что спор окончен. Последнее слово остаётся за мамой. Подожди. На кухне, на кухне нам не надо. А здесь у нас всё. Тёмная душная кладовка. Давай возьмём топор для самообороны. Ей ужасно не нравится, когда я суюсь сюда. Боится, что порежусь. О, лезвие. Недавно заточенного топора. А Олю в общение заманив в кладовку. Она считает, что там живёт Дубай. Вапаевский шоколад. Я как-то пытался побороть её страйки. Отворил дверь, включил тусклую лампу. Мол, смотри, ничего нет, только паутина. Папины инструменты и срапанные стены. Не поверила. А мне нравится прятаться в шкафу. Слушать, как Оля считает снаружи. Три, четыре, пять. Я иду искать. И берёт, скрипя половицами. Робко надеется. Что придётся? Кусоваться за мной. В тесное логово страшилы. Да какая? Ладно. Последний раз. Ладно, раз в кладовку нельзя пойду во двор. Антон. Ёбаный ты ган. Ладно, промолчу. Сейчас ты меня получишь. Не шагу до порога. Иду какая, блин. Как Сталин. Ладно. Значит, идём на кухню. Обмануть. Обратно. Открыть. Есть что пожрать? Обратно. Я ещё хочу пожрать. Когда-то бабушка хранила здесь мороженое. Для меня и Оли. А теперь только суповой набор. Для слипшихся пельменей. Как же они? Остачертели. В смысле? Как могут пельмени остачертеть? Ты чё? Ладно, хрен с тобой. Обратно. Лгать мне было нелегко. Но иначе сбежать из дома не получилось бы. Мол, там что-то с телевизором случилось. Да ладно. Картинка какая-то тусклая и экран весь в полосах. Мама резко изменилась лица. Без ножа меня режешь. Дострелялся в... Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой. О, у нас есть приставка. Где мы теперь мастера найдём в дыре этой, а? Может быть, просто на стройке сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста. Нормально же работал с утра. Ага. Из-за снегопада, наверное, неполадки. Всё возможно. Мама выдерла руки о фартух. И хмурилась. Отправляюсь в комнату Оли. Чё это? Старший лейтенант Тихонов. Константин Владимир. Телефон. Ага. Так, чё ещё есть? Во, календарь можно посмотреть. Так, на это... На это нет времени. Мама скоро вернётся. На это нет времени. Твою душу. Ладно, здесь у нас чё. Ладно, ладно, ладно. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok